Необходимо внести качественные изменения в систему оказания коррекционных услуг детям, имеющим особенности в развитии. Об этом было сказано на семинаре-практикуме, организованном на базе Кабинета психолога педагогической коррекции средней школы номер 49. В ходе мероприятия специалисты, приехавшие из столицы, прочитали лекции и провели мастер-классы для учителей региона. Семинар был организован в рамках проекта «Разные равные. Создание в Казахстане инклюзивного общества». Он реализуется при поддержке фонда социальных проектов «Самрук Казана Траст», фонда «Дара» и областного управления образованием. В семье кабинет психолога педагогической коррекции был открыт в 2018 году. Здесь специалисты работают с детьми, имеющими особенности в развитии. Если раньше было всего 10 детей, то сегодня кабинет психолога педагогической коррекции посещает 40 человек. В их числе дети и подростки разных возрастов, страдающие нарушениями слуха, зрения, интеллекта, с диагнозом аутизм и другими заболеваниями. В рамках государственного стандарта здесь оказывают услуги по реабилитации детей и дают необходимую консультативную помощь их родителям. Наша задача именно провести коррекцию этих нарушений. Родители радуются тому, даже когда ребенок говорит одно слово, они видят уже результат. Чудо за один день не происходит. Это, конечно, долгий процесс. Дети от рождения и до 18 лет, а также взрослые, обучаются в трех группах. Занятия проводятся несколько раз в неделю в зависимости от специфики нарушения. Цель семинара, организованного на базе Кабинета психолого-педагогической коррекции – обучение детей с особыми потребностями в развитии, с использованием новых методов и применением опыта других специалистов. Семинар был организован в рамках проекта «Разные равные» – создание в Казахстане инклюзивного общества при поддержке фонда социальных проектов «Самрук Казана Траст», фонда «Дара» и областного управления образования. Специалисты приехали, показывают нам групповые работы, тренинги, как нужно именно прописывать индивидуально развивающую программу, сложности были в ее написании. В семинаре-практикуме приняли участие специалисты психолого-педагогических кабинетов из семьи Ридера, Зайсана, а также представители как Пехтинского и Уржарского районов. Для обучения участников семинара современным методом работы с детьми, имеющими особенности в развитии, были приглашены столичные специалисты, в их числе дефектологи, психологи, локопеды и социальные педагоги. В ходе семинара была представлена диагностическая компьютерная программа «Кид-РСИДИАЙ», которая четко определяет уровень развития ребенка. Данная методика позволяет не только выявить пробелы в развитии, но и описать их поведение в самообслуживании, передвижении, понимании речи и языка. Она подразумевает выяснение точного уровня развития ребенка и впоследствии составление задач по реабилитации этого ребенка. Диагностику для детей от 0 до 3 мы называем это службой ранней помощи. Результативность у нас хорошая. Дети после ранней помощи уже многие интегрированы в детские сады, а далее они пойдут в общую образовательную школу. То есть они будут охвачены инклюзией. Современная методика способствует реальному оказанию помощи детям. Кроме того, тренеры семинара провели мастер-классы по обучению каждого ребенка, имеющего особенности в развитии, и разработки для них индивидуальной программы развития. Всего в мероприятии, которое проходило в течение двух дней, приняли участие 50 специалистов. Грамотно подобранная команда, с моей точки зрения, профессиональные люди. И здесь детям с особыми образовательными потребностями будет оказана комплексная помощь. Во-вторых, само качество обучения, с моей точки зрения, ну такое, знаете, на высоком уровне. Потому что материал продуман, подобран, актуален, инновационные технологии применяют. Все методики и технологии, которые нам здесь дали, мы завтра будем использовать в своей работе. В рамках обмена опытом, педагоги и специалисты ознакомились с работой Кабинета психолого-педагогической коррекции города Семей. По словам организаторов, материалы, представленные на семинаре, мотивируют педагогов специальных образовательных учреждений к поиску новых идей для успешной реабилитации детей, имеющих особенности в развитии. Сама Секенов, Илья Сабит, телеканал Семей.